В сегодняшнем видеоролике я прослежу за гос лидерами сервера, посмотрю чем они занимаются, нарушают ли правила сервера и как относятся к своим обязанностям. В общем попадем мы с вами в это закулисье. Ну а перед началом ролика посоветую свой промокод на 6 и 18 сервере Гарли, благодаря которому вы можете получить денежный бонус, а также я выдаю 100 тысяч за введенный промокод. Отписать вы можете мне в мою телеграм группу, либо мне в ВК, все ссылочки есть в описании. Долго не затягиваю, надеюсь то что вы подписались на канал, поставили лайк и мы начинаем. Летс го! Итак друзья, я очутился в игре, нахожусь прямо сейчас в доме, есть такая очаровательная команда как слэш лидерс, для того чтобы посмотреть сколько игроков имеется в сети, вернее сколько лидеров имеется в сети. И список, да, здесь не густый, вот например только 2 лидера находятся в игре, а это между прочим у нас практически 14 часов дня. Будем идти по порядку, Никита Дувалов, это лидер МВД, также имеется лидер МО Павел Борисович. Окей, заходим за Никитой, посмотрим чем он занимается, пока что стоит просто на базе. Ничего такого интересного не происходит, но возможно как-то к чему-то готовится, возможно какая-то РПшка. Рядом я вижу с ним 9 ранг, Александр Лазерев, возможно это его Кентик, возможно это доверка его, все, всякое может быть. 42 уровень, минус 32 РП, 80 ХП, имеется какая-то семья банда у него, также имеется наколка мужик, видимо у нас сидевший лидер и такое в принципе тоже может быть. Окей, пока что просто бегает по базе, не знаю, возможно как-то собирает состав, что-то они тут дурачатся, фотографируют. Давайте посмотрим его машины. Зазик, Мерседес, Брабус, Кравлер, БМВ, М4, ЦСЛ, Роллс, Ройс, Спектр, подождите, это точно его машины? Не-не-не, это походу мои, у меня же доступа нет на этом аккаунте к просмотру автомобилей, все, я немножко запутался, окей. Так, выехали они с Александром куда-то на машине, посмотрите, к ним подсел бомжик с ником Зоуф Адамович, достаточно интересный никнейм, оригинальный достаточно на сегодняшние дни. Опа-опа, я походу нашел первого прогульщика, посмотрите, как он взжался в сиденье, Люцифер Левис, что-то стоял на красном. Обратите внимание на чат, то что Никита спросил у него, почему ты один, он ответил, что я на пост еду, опа, погоди, а вот это вот мини-встречка такая от Никиты. Так вот, если вернуться к разговору в чате, то что-то там Никита спрашивал, почему он ездит один, а тот ему ответил, что я еду на пост, на пост одному можно, да, в принципе тут Люцифер знает свои права. Список наказаний пуст, этот игрок у нас не нарушает за последние два месяца, что, ну, действительно хорошо. Так, ребята, посмотрите, приехали походу за Юрой фаворитом, он сразу сел в машину, что-то завел тачку, видимо, да, уезжает, уезжает, видимо его пока, а, нет, не его, бегут за Майота на Камура. Подождите, что-то знакомое, что-то знакомое. А, это ж человек у меня долг брал, погодите, за ним погоня идет, и как раз-таки Никита ему пишет, типа, стоять, остановитесь, поглядите, что происходит, давай, Майота, убегай, братишка, ты мне долг вернул, все, все, я за тебя топлю, давай, беги, беги. Что-то остановился Никита, Лазерев за ним побежал, объявил в розыск федеральный Майота на Камура, видимо, за неподчинение звездочку получил, и еще какие-то у него пару звезд было, потому что, я не знаю, он состоит в банде, возможно, какой-то барыга наркотиками, а, возможно, не знаю, кого-то убил как-то, но пока что просто идет погоня, он, кстати, с хасла, и, если я не ошибаюсь, то у них не получится его оглушить. Да-да, смотрите, бьет, а, ну, типа, урон не проходит, не проходит эта регистрация того, что он оглушил дубинкой, да-да-да, вот здесь такая проблема имеется. Так, друзья, у меня имеется одна идейка, то, что я зафрижу, пожалуй, Майота, потому что вы сами видели, то, что дубинкой его били, просто не проходила эта регистрация, все, я его заморозил, разморозил, ну, якобы он оглушил его дубинкой, в принципе, я считаю, здесь никакого вмешательства нет, я, наоборот, помог только полицейским. У вас розыск, молодой человек. Опа, интересно, сколько у него звезд, к сожалению, я отсмотреть не могу, даже если я зайду в спек, но я предполагаю, что это около трех-четырех звездочек. Он написал, пройдемте в машину, интересно, для чего он это ему сказал, если его просто взяли, запихнули в Мерседес и повезли его в КПЗ. Может, договоримся? Опа, взяточка, взяточка должностному лицу, мне интересно, как отреагирует на это лидер, потому что он должен пресекать, по идее, такое, хотя он тоже может следовать этим правилам по поводу, взятки и также их брать, можно 300 тысяч, и я вас отпускаю. Нихрена себе расценки, 300 тысяч одному человеку или как, или что, я немножко не догоняю. На 300 бананов я согласен. Надо конкретное уточнение, 300 тысяч рублей. Да, вот, смотрите, написал Никита как раз-таки это, не меньше. Все правильно, да, либо 300 тысяч каждому, либо 300 тысяч, это общий банк, скорее всего, ну, я предполагаю то, что общий, потому что, видимо, звезд немного. По деле это не по 150 тысяч, это около одного, грубо говоря, не, полтора по идее для зама и лидера. Это как раз-таки хорошая сумма. Все, они согласились, едут в банк, офигеть, посмотрите. Видимо, на шестом сервере это нормально, то, что взяточки там берут, лидеры тоже могут так немножко нарушать. Все-таки в банк они приехали в Эдово, посмотрите, здесь какие-то дорожные службы работы ведут. Окей, приехали, я, неинтересно, ливнет он или не ливнет? Лидер написал то, что идем, ну, почему-то наш игрок стоит АФК. Поглядите, Майота хотел как-то, не знаю, уйти от наказания, написал можно ли релог, но Никита сказал нет. Что за мунволк от него, гляньте на эту походку, интересно, как Майкл Джексон. Ну, блин, это проблема хасла, это проблема хасла, потому что в наручниках он не может нормально идти, да. Да, Никита, смотрите, его развязал, окей, окей, теперь они зашли в банк. По идее, наручников на нем нет, я не знаю, есть ли погоня, если погоня нет, он может ливнуть. И как раз-таки, ну, получше, да, он там наказание в виде варна. Так, счет, товарищи полицейские. Он написал ему банковский счет, 255-332. Дорогие игроки шестого сервера, теперь вы знаете банковский счет лидера. Поэтому вы сразу можете с ним попробовать договариваться по поводу взятки. Все, опа, пришла взяточка, ждем подтверждения от лидера, гляньте, как у него лицо побито, видимо, да, действительно был какой-то бандит. И наколка мужик, в принципе, соответствует. Да, написал, все, пришли, идите, и чтобы я вас больше здесь не видел. Молодцы, молодцы, ребята, хорошо, хорошо соблюдают РП. Окей, претензий к ним нет, но я первый раз вижу, чтобы лидер, окей, может не первый раз, второй, третий, вижу то, что лидер брал взятку. Достаточно интересно. А давно у нас арабы на посту лидера Эмо находятся? Типа, посмотрите на его скин. Он стоит явно лямов 20-30, 65-й уровень, это десятка Эмо, если что. Также имеется какая-то семья банда. Но меня интересует, почему он стоит без формы и стоит АФК. Опа, Кезару Дехаунтед. Это кто шарит за ролик Эксайла, там где этот самый Сатир. Я не шестерка, там ай-ай-ай и все дела. Поставьте лайк, потому что, ладно, я даун. Мне интересно, почему Павел Борисович у нас находится без формы, если перерыв, ну, закончился. Смотрите, 14 часов. Если я не ошибаюсь, то в будние дни, а перерыв там что-то составляет с час 12 до 13. Но уже явно 2 часа, это явно перебор, даже если с часу до 2. Еще один игрок из состава, смотрите, Костя Робчич, если я правильно никнейм его прочитал. Здесь нарушение устава, потому что маска перекрывает лицо. Так, а куда лидер поехал? Посмотрите, на Мерседесе Александр Эскобаров за ним какой-то приехал. Такс-такс-такс, видимо, едут прогуливать, дорогие друзья. Не знаю, куда отправляются, давайте за ними посмотрим. Возможно, тоже на какую-то сделку едут. Не знаю, может, патроны как-то едут продавать. Специально убрали форму, положили ящики в багажник, либо просто патроны положили. Сейчас мы это с вами узнаем. Так, прибежали в какую-то квартиру, Павел Борисович бегает по меткам, С-60. Смотрите, время 14.11. Это 100% прогул рабочего дня. Александр Эскобаров также здесь находится. Подождите, а это... Не затем в спек зашел. Договор? Let's go! Мне интересно, кто этот Александр Эскобаров. Друг ему, знакомый, либо какой-то продавец. На сколько тебе суток? Видимо, какую-то аренду квартиры он делает. Да, смотрите, он пишет мне на пару часов. Возможно, а лучше до вечера. Возможно, какую-то тачку просто хочет купить, либо передать, либо я не знаю что. Я тебе даю квартиру в долг до вечера, этого дня. Обязуешься вернуть сегодня-завтра. Да, верно. И тот фрапсит. Интересно, что за сделка? А, теперь понятно. Смотрите, вдвоем два прогульщика. Александр Эскобаров, это шестерка МО. Смотрите, это 100% прогульщик. Кстати, лидер МО не может не сделать, вернее, не выполнить договор, потому что он находится, ну, на должностном ранге. 100% он вернет. Да, все, видимо, сделка произошла. Ему передали квартиру. И теперь они выходят на улицу. Как раз-таки в эту минуту вышло объявление, то, что куплю квартиру в ЛТО. Отправитель Павел Борисович. Это наш лидер. Что-то знакомый, какой-то никнейм. History, Silence Harrison, Павел Борисович. Нет, что-то я не могу припомнить его никнейм. Ну и ладно. Меня больше всего удивляет это его состояние. Посох. По-моему, он стоит что-то около ляма. Крылья эти стоят. Лямов 5, либо 15. Могу ошибаться. Скин, очень дорогой шляпа из прошлого кейса, Путь война. В кейсе она стоит полтора миллиона. Но он явно прогуливает рабочий день. Это прям 100%. Видимо, ему девятка как-то выдал отпуск. Насколько я знаю, так делать нельзя. Потому что я получал за это. А Кизару Де Хаунтед, за которым я следил до этого, смотрите, сейчас. Просто прогуливает рабочий день. Его могут спокойно повязать копы. Если он, конечно, не едет к своему составу. Возможно, его как-то кто-то вызвал. Но нет, он едет в банк. Да, по направлению в банк. Просто выкинул машину. Ну, за это минус реп. Потому что, я не знаю, зачем так делать. Можно аж спокойно, аккуратно припарковаться на обочине. Да, ну, на самом деле, некрасиво поступил. Ну, а Павел Борисович находится, посмотрите, около казармы. Главной казармы. Это, видимо, его тачки. Туарег. Это, по-моему, не обновленный. По-моему, это старый. По заднице нужно смотреть, потому что спереди так непонятно. Он стоит что-то около ляма на БУ-рынке. Если покупать с автосалона, по-моему, 2 миллиона. И также имеется BMW X6, вроде, если не ошибаюсь. Могу ошибаться в модели. Ты куда-то сейчас едешь? А, еще один рыжик без формы. Посмотрите, 100% его состав. Видимо, возможно, ошибаюсь. Да, возможно, я, скорее всего, ошибаюсь. Это у них сейчас рабочий перерыв. О, Валерий Мендоза. Это, кстати, классный пацан. Я помню то, что я с ним был в МО. Вернее, он у меня был на высоком ранге. Посмотрите, 89 уровень у него. И, видимо, тут они как-то хотят погонять, какую-то сделку сделать. Не знаю, посмотрим, что интересного будет. Лидер МЧС зашел в игру. Посмотрите, но что самое интересное, это не простой лидер МЧС, а это админ. Его никнейм вы видите Роберт Симонич, а внизу на панельке прописан Франклин Хазе Вейс. А если я пропишу слэш лидер, то настоящий лидер это Егор, который как раз-таки зашел в игру. Сейчас мы за ним последим, но, видимо, админам скучно на рабочем месте. Они хотят тоже как-то развлечься, покататься, потушить пожары, возможно, повыбивать кейсики. Да, в этом свой вайбик имеется. Это что за аппарат? Это сколько стоит этот трактор? Ну, полмиллиона. Видимо, на что хватило? На зарплату лидера МЧС. Такую машину он на нее и купил. Видимо, да. Да, действительно, на государственную ЗПшку там что-то небольшое живут. И приехал он на СТО, где ставит тюнинг. И посмотрите, пол третьего он тоже находится не на рабочем месте. То ли все прогуливают, то ли я просто путаю время. Как раз-таки давайте чуть попозже я ТП хнусь в раздевалку, посмотрю там график работы. Матвей Костелло пишет ему гидру ставь. Посмотрим, поставит ли он на это чудо природы гидру. Ну, а что-то мне подсказывает, что он просто поменяет цвет. У него имеется 41 уровень, минус 27 ролеплей, никакой наколки нету, семья банда имеется. Ранг 10, Министерство чрезвычайных ситуаций. Посмотрите, Матвей пишет, курва ставь гидру. Этот ему отвечает нет, он просто его перекрасил в синий цвет. Ну, механики какие-то пошли немножко наглые. Как только урезали там зарплату сразу, сразу они начали набрасываться на каждую машину, на каждую деталь, чтобы ставили. Ну, да, такое тоже имеется. К сожалению, никаких лидеров больше нету в игре, а именно ТРК и какой-то лидер я еще не обратил внимания, МЗ вроде. И приехал он на базу своей организации. Так, тут хорошие какие-то нормальные движения, тачки собрались. Опа, Маша Шер таранит, таранит, посмотрите, прижали его к их стене. Он написал, вот, видимо, общаются через голосовой чат, раз я не улавливаю суть. Скорее всего, это так. Здесь какой-то гелик находится, BMW такая прикольная на виниле. И что-то, что-то, ничего они не делают, тут копы как раз-таки поехали. О, смотрите, кто-то из состава зашел в игру, 101-й айдишник, он его начал тоже дебешить, либо не специально, либо специально, 9-й ранг это. А посмотрите, у него имеется тоже такой посох интересный, меч на плечо, маска, которая перекрывает лицо, это нарушение устава. Ну ладно, я не буду душнить, я просто так подчеркиваю, подчеркиваю факторы. Ну а Егор Дабкин просто катается, что-то делает, ну, в общем, развлекается как только может. Возможно, отыгрывает промо-код. О, загнал он свой трактор на БУ-рынок, к нему, кстати, сразу сейчас бежит Томми вроде, если не ошибаюсь. Потому что трактор, это в основном в кейсе его сливают, мало их на сервере. Их чисто так, как раритет, закупают, на какой-то участок поставят и он просто там стоит. А ну-ка, давайте я проверю, рабочий график, со скольки до скольки у нас имеется. Так, я тпкнулся, получается, в гараж. Сейчас я выйду на улицу, зайду в главное здание. А нет, это и было главное здание, окей. Сейчас я туда зайду, посмотрим, что у нас, какой график имеется. Мне нужно в раздевалку. Мне нужно в раздевалку, вот эта метка. Вы не состоите в организации. Ааа, понятно, понятно, невозможно, короче, глянуть, если ты не состоишь в организации. Ну, тогда ладно, тогда ладно. Это, кстати, немножко усложняет работу сливчикам, которые заливают жалобу за то, что прогуливают рабочий день сотрудники. Кстати, посмотрите, какой красивый гараж, огромный интерьер. Я тут всего лишь второй раз после обновления МЧС. Это действительно прикольно, красиво смотрится, нежели то, что было, если вы помните, конечно. Ну, друзья, будем завершаться на такой ноте. Мы с вами посмотрели, какой лидер чем занимается. Например, лидер МВД занимается тем, что берет взятки. Лидер МО имеет огромное состояние. Тачки, скин, квартиру. Лидер МЧС просто дурачится, в принципе, развлекается как только может. На такой ноте завершаем ролик, надеюсь, он вам понравился. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если хотите что-то подобное, то обязательно пишите комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.